Здравствуйте, меня зовут Лутаева Альфия Альшатовна, я работаю ветеринарным врачом-хирургом в центре Катана Великий Новгород, и мы сегодня с вами поговорим про гастроскопию, про то, каким пациентам она нужна, про то, каким пациентам она противопоказана, как готовить пациента к гастроскопии и какие дополнительные исследования при гастроскопии мы обязательно проводим. Гастроскопия показана пациентам с хронической рвотой, пациентам, у которых предполагается нарушение в работе верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пациентам, которые съели инородные тела, и мы можем их таким образом извлечь, и пациентам, у которых предполагается новообразование различных отделов желудочно-кишечного тракта, верхнего части. Противопоказания к проведению процедуры – это нестабильное состояние пациентов, то есть здесь противопоказания будут не к самой процедуре, а к проведению наркоза, потому что у животных она проводится в любом случае под анестезией. Также противопоказанием будут являться тяжелые хронические заболевания в стадии обострения, поскольку это тоже будет ограничивать нас в анестезии. И пациенты с подозрением на перфорацию, то есть разрыв пищевода, им гастроскопия проводиться не может, ввиду особенностей самой процедуры. Подготовка пациента происходит следующим образом. Обязательно выдерживается голодная диета, поскольку если желудок наполнен едой, мы не сможем оценить состояние его стенки, мы не сможем оценить, нормально ли она выглядит, поскольку часть просвета у нас просто будет закрыта едой. Также пациент должен быть адекватно обследован перед процедурой, поскольку это, опять же, наркоз, и мы должны быть точно уверены, что мы ищем проблему в том месте, где она находится. Поскольку если у пациента наблюдается рвота, это может быть симптомом многих заболеваний, не обязательно здесь виноват желудок или пищевод, может быть это заболевание, например, каких-то других отделов, и мы при процедуре ничего не выявим. Поэтому одним из противопоказаний также будет являться неадекватное обследование пациента, поскольку если у него просто рвота, посылать его сразу на гастроскопию не совсем разумно, есть менее инвазивные методы, которые позволят его обследовать и представить ему предварительный диагноз. Голодная диета проводится не менее 12 часов, также если нам известны случаи, что животное, например, на улице ест траву, этот пациент должен за сутки до этого гулять в наморнике, чтобы он не ел траву, и мы не обнаружили траву в момент гастроскопии. То же самое касается собак, которые занимаются капрофагией, то есть поедают фекалии других животных на улице или даже свои, поскольку это тоже нам осложнит процедуру, не даст ее адекватным образом провести. Что касается инородных предметов, которые мы можем доставать при гастроскопии, там есть некоторые ограничения, поскольку если мы посчитаем, что предмет острый и вытаскивать его с помощью гастроскопа будет опасным, то мы будем прибегать все-таки к открытой лапаротомии и доставать его традиционной операцией. Но такое случается достаточно редко, и большинство предметов можно достать гастроскопом, и проблемы в этом обычно нет. Вот, поскольку молодые животные часто страдают тем, что подбирают все подряд, едят все подряд, это могут быть какие-то носки, игрушки, что-то несъедобное, к части каких-то тапок, и это все успешно извлекается обычно при помощи эндоскопии. Единственное, предметы, которые уже прошли в кишечник, мы достать, к сожалению, не сможем, и мы всегда должны убедиться перед началом процедуры, что предмет все еще находится в желудке, поскольку не всегда бывает такое, что прямо с приема пациент попадает на гастроскопию, иногда проходит, может быть, день или два, если по каким-то причинам при леузии, чтобы убедиться, что предмет все еще там, и мы сейчас не зря пойдем на процедуру. Также при гастроскопии диагностической, когда мы пытаемся выявить, в чем проблема и почему она случилась, обязательно при выявлении каких-то изменений, например, слизистой стенки, приводится взятие биоптатов и отправка этих биоптатов потом на гистологическое исследование. Это крайне важно, поскольку не только визуальный осмотр, но гистология дает окончательный диагноз при пациенту. Это нам важно понимать. Также мы можем отбирать желудочный сок и сдавать его на исследование, отбирать кусочки пищевода, если он поврежден, и отбирать кусочки двенадцатиперстной кишки. Поэтому я и говорю, что очень важно обследовать пациента, делать им УЗИ желудочно-кишечного тракта, чтобы убедиться, что действительно проблема находится в верхних его отделах, и мы можем туда доступиться и что-то там взять, а не в нижних, когда эта процедура будет по факту бесполезна. В принципе, у меня всё. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать или задавать потом в комментариях, мы обязательно на них ответим. Тогда у меня всё. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!